Недостроенное здание по адресу улицы Нефёдова, 72, нависает над частным сектором. До того, как здесь выросли три этажа, на этом месте стояла пристройка к небольшому жилому дому. Но затем владельцы участка приступили к её реконструкции, подразумевающей существенное увеличение размеров и жилой площади. Они строят два дома. Между ними есть некоторый интервал. Поэтому, строй говоря, подходить к этим домам необходимо в отдельности. Они, видимо, сделали это таким образом потому, чтобы не превышать некую норму общей площади дома. То есть этажности не соблюдают, а если эти дома будут сопряжены вместе, то, возможно, будут некоторые другие нарушения. Мы поступили вот таким вот образом. Поводом для проведения выясного заседания Комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя стало обращение соседей. Жители дома номер 74 жалуются, что рабочие разрушили не только забор, но и подпорную стену. Из-за отсутствия контрафорса соседнее здание стремительно начало разрушаться. Стены покрылись трещинами, а крыша теперь еле держится. Если вы пройдёте к нам в дом, то вы увидите, что стена, которая прилегает к Нефёдово 72, вот к этой стройке, она вся прогнила. В комнате в одной провалился потолок. По моим экспертизам, которые сделала я это, дом стал непригодный для жилья. Он опасен для проживания в нём жильцов. Вера Зайцева неоднократно обращалась к властям и даже подавала в суд. В апреле 2019 года на одном из заседаний она получила встречный иск. Его подали соседи, чтобы снести её дом по адресу улицы Нефёдова, 74. Они пригласили непонятно какого кадастрового инженера, который нарисовал вот эту бумажку. Это бумажка, это просто это. У нас границы установлены. Нашего домовладения Крымний проект в 1997 году. На основании того, что им нарисовал этот кадастровый инженер на бумажечке, что мы наложились на их участок от 22 с той стороны, где кирпичный, до 76 сантиметров. Однако суд не удовлетворил этот иск. Представители Севгостроенадзора неоднократно откладывали проверки участка под номером 72 ввиду того, что владелец домов не мог предоставить необходимые документы и пустить их на территорию. Но чиновники всё же провели заседание межвизомственной комиссии, на котором было вынесено единогласное решение. В октябре этого года было принято решение о совместных проверочных мероприятиях с Департаментом городского хозяйства. В результате этих проверочных мероприятий составлен акт проверки, который сегодня будет рассмотрен на городской комиссии по сечению самовольного строительства. На сведения об итогах этого заседания чиновники пообещали предоставить лишь через некоторое время и только в ответный информационный запрос, который редакция независимого телевидения Севастополя позже и отправит. Я надеюсь на то, что будет принято решение о сносе этого строения, потому что, с моей точки зрения, здесь налицо целый букет нарушений. Кстати, эти нарушения зафиксированы и Департаментом общественной безопасности, и Департаментом городского хозяйства. И они касаются, как минимум, двух обстоятельств. Первое – это расстояние до соседнего дома, оно нарушено. И, по всей видимости, нарушены красные линии. То есть, строго говоря, нарушен отступ от красных линий.